SCP-1692 Вернувшиеся иными Объект номер SCP-1692 Класса объекта Евклид Особое слово содержание SCP-1692 Содержится в пределах болотистого участка местности Площадью 2.77 км Квадратных Которые находятся в центре Луизианы По его периметру с интервалом в 500 метров Должны быть размещены стражевые посты Сотрудники службы безопасности, замаскированные под егерей Обязаны регулярно патрулировать данный периметр В случае проникновения на территорию SCP-1692 гражданских лиц Необходимо задействовать все возможные меры, чтобы вернуть их При этом запрещается применять методы, которые могут привести к смертельному исходу Описание SCP-1692-1 Это материальное существо неизвестного строения, обитающее в округе Сент-Ландри Луизиана Чаще всего оно появляется в облике покрытой грязью девочки Препубертатного возраста Однако также были зафиксированы случаи принятия им формы определенных млекопитающих И или пропавших людей Которых в последний раз видели в пределах метров от огороженной области Обозначение SCP-1692-2 относится к карстовой воронке Расположенной точно в центре рассматриваемого участка местности и заполненной водой и грязью По состоянию на 2014 год из SCP-1692-1 был извлечен 31 набор человеческих останков и 24 набора останков животных 14 тел были положительно идентифицированы как принадлежащие местным жителям, пропавшим без вести в период с 1900 по 1950 год Время от времени в SCP-1692-2 появляются новые тела Несмотря на то, что постоянно работающее видеонаблюдение ни разу не фиксировало, чтобы кто-либо приближался к воронке Когда в данную область заходит человек, появление SCP-1692-1 становится более частыми При этом оно попытается побудить человека следовать за собой В итоге данный человек неизбежно пропадает, а все его следы, включая отпечатки обуви, брошенные им вещи и предметы одежды, исчезают Через некоторый промежуток времени, составляющий от нескольких часов до нескольких недель, на рассматриваемом участке местности появляется представитель SCP-1692-3 И при наличии такой возможности пытается его покинуть Во всех зарегистрированных случаях представители SCP-1692-3 обладали сильным физическим сходством с пропавшими лицами Однако при этом, как правило, были каким-либо образом деформированы или покалечены В число наблюдаемых изменений входит отсутствие конечностей, при этом следов ампутации нет Отсутствующие органы, возможно полное отсутствие всех внутренних органов Гидроцефалия Диссоциативная амнезия, часто совмещенная с синдромом диперсонализации Субъекты ничего или почти ничего не помнят о недавних событиях или считают обширные периоды своей жизни приснившимися или нереальными 84% зафиксированных представителей SCP-1692-3 обладали рядом физиологических отличий от пропавших лиц, с которыми у них было сходство В числе данных несоответствий входит другая группа крови, иной износ органов, цвет глаз или волос Знание языков, неизвестных пропавшему субъекту, а также более высокий или низкий уровень развития определенных умственных способностей, характерных для данного лица до исчезновения В 54% случаев на телах представителей SCP-1692-3 присутствуют следы хирургических разрезов или швы, указывающие на имевшую место вивисекцию Из-за подобных деформаций все представители SCP-1692-3 с двумя примечательными исключениями погибали вскоре после своего появления История SCP-1692 впервые привлек внимание фонда в 1938 году, после того, как возле озера пропало несколько детей Через несколько дней они нашлись, у двух из них отсутствовало несколько пальцев на руках и ногах У одного были лишние пальцы на руках, у оставшихся трех изменился цвет глаз и волос Во время прочесывания местности схожим образом исчезло сотрудников местной полиции Один из них, белый мужчина, позже был обнаружен в бредовом состоянии Он утверждал, что являлся афроамериканцем по имени Вскоре сотрудники фонда обнаружили в данном регионе тело ребенка, смерть которого явно наступила недавно На трупе отсутствовали нижние конечности и большая часть головы выше линии подбородка При этом места отделения данных частей взросли кожей Физические характеристики тела и находящаяся на нем одежда соответствовали Бобби Данбору Который пропал в этой местности 25 лет назад Однако спустя 4 месяца был найден живым и здоровым Тело было помещено в холодильную камеру, поскольку сразу же после обнаружения оно начало разлагаться В ходе опросов уже взрослого на тот момент Бобби Данбора Какой-либо полезной информации о найденном теле получено не было Хотя в более ранних интервью он заявлял, что помнит некоего другого мальчика Не рассказывая, однако, никаких подробностей Фонд начал расследование данного дела В ходе которого было выяснено, что найденный семейством Данборов Ребенок ранее находился на попечении Уильяма Кантвилла Уолтерса Уолтерс утверждал, что мальчика зовут Чарльз Брюс Андерсон И что он является сыном его служанки Джулии Андерсон Которая позже выдвинула обвинение в отношении семьи Данбора в связи с похищением ее сына Однако из-за совпадающих физических характеристик, а также того факта, что ребенок признал миссис Данбор своей матерью Решение суда было вынесено в пользу семейства Данбор Человек, опознанный как Бобби Данбор, прожил обычную жизнь и умер в 1966 году Проведенный в 2004 году анализ ДНК показал, что на самом деле он не имел никакого отношения к семейству Данбор Образцы ДНК, взятые у обнаруженного фондом тела, оказались сильно повреждены в связи с гидролитическим дезаминированием Подобные инциденты продолжали происходить в данном регионе Из-за чего в 1939 году фонд остановил в его пределах карантинную зону Которую периодически расширяли после нахождения новых представителей SCP-1692-3 Одним из таких представителей была молодая женщина На момент обнаружения у нее отсутствовал левый глаз А в левой части подбородка имелись швы В ходе ее допроса была впервые получена информация о SCP-1692-1 А также установлено местонахождение SCP-1692-2 Из воронки впоследствии извлекли два тела Одно из которых было крайне похожим на данную женщину Сама она всячески отрицала наличие какой-либо связи между ними На теле отсутствовала левая часть головы, в том числе и левая глазница Некоторое время женщина удерживалась фондом Однако впоследствии после обработки амнезиаком ее отпустили При этом установив за ней скрытое наблюдение Женщина прожила обычную жизнь без каких-либо примечательных инцидентов Проведенный много лет спустя анализ ДНК показал, что ДНК женщины не совпадает с ДНК ее родственников Достоверно опознать изъятое тело не удалось Как только появилась техническая возможность установления за SCP-1692 видеонаблюдения Случаи контакта с SCP-1692-1 и появление в SCP-1692-2 новых человеческих тел значительно сократились В итоге в воронке начали появляться тела животных с аналогичными гидролитическими повреждениями ДНК Субтитры создавал DimaTorzok